ВАКЦИНАЦИЯ В КФУ Мастер-класс в Институте международных отношений. Выпускник КФУ снимает ролики в поддержку татарского языка. Ильшат Гафуров выступил с предложением создать дополнительное подразделение, которое будет курировать вопросы педагогической науки. Об этом он рассказал на общем ежегодном собрании Академии наук Республики Татарстан. В Казанском университете продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. Со 2 февраля вакцина «Спутник Ви» привито уже порядка 800 сотрудников силами выездной прививочной бригады, которая работает по заявкам структурных подразделений ВУЗа. На этот раз вакцинация прошла на площадке Института социально-философских наук и массовых коммуникаций. Все подробности далее. Вакцинация проходит в два этапа. После первой прививки должен пройти 21 день. Затем вводится второй компонент вакцины. И уже через три недели должен полностью сформироваться иммунитет к коронавирусу. В среднем за один день выездная прививочная бригада принимает около ста человек. Не знаю организации, где вот так, чтобы для своих работников, на самом деле, именно в месте проведения своего рабочего места, работник мог прийти, сделать вакцину, по сути, без отрыва производства. Потому что мои друзья, кто работает в разных структурах, они в основном ездят по месту жительства. То есть специально уходят с работы, чтобы съездить, стоят в долгих очередях и так далее. По словам главного врача университетской клиники Казанского университета Сергея Осипова, прививочная кампания будет продолжаться до тех пор, пока полностью не вакцинируется все население Российской Федерации. У нас нет другого выхода, к сожалению. Так как все медицинские манипуляции, связанные уже с лечением коронавирусной инфекции, они иногда и не приводят к положительным результатам. Поэтому единственным способом остановить эпидемию на сегодняшний день, разработанным вообще за всю историю человечества, является вакцина-профилактика со времен Дженера. Желающие сделать прививку также могут обратиться в университетскую клинику по адресу Вишневского 2А по предварительной записи по телефону 233-30-00. Необходимо помнить и о противопоказаниях. Противопоказания такие же, как и для всех вакцин, которые вводятся. Это прежде всего острые заболевания и обострение хронических заболеваний. Соответственно, аллергические реакции на компоненты вакцины и, соответственно, аллергические реакции на введение первого компонента вакцины как такового. По словам Сергея Осипова, в дальнейшем планируется выездная работа по вакцинации и филиалах Казанского университета в Елабуге и Набережных Челнах. Диана Жленкова, Ленарда Влетьяров, Виолетта Басова, Универньюз. В связи с последними анонимными комментариями в электронной газете «Бизнес онлайн», пресс-служба университета разместила пост с приглашением всех авторов этих критических замечаний на очную встречу с ректором Ильшатом Гафуровым. Ильшат Гафуров пришел в назначенное время, но так и не дождался весьма энергичных и бойких в виртуальном пространстве анонимных экспертов. В Институте международных отношений Казанского университета состоялась встреча студентов с писателем, переводчиком французской литературы и преподавателем Санкт-Петербургского государственного университета Аси Петровой. Смотрим. Ася Петрова рассказала студентам о современной французской литературе, а также о ее переводе. Она приехала в Казань в рамках проекта под названием «Классные чтения», организованный фондом «Счастливые истории». Разговаривала со студентами, как вообще сформировалась современная французская литература, какие в ней есть самые значимые языковые явления и откуда пошла традиция изумления, которые существуют в современной французской литературе и во всей литературе XX века. Была, остается, есть такая фишка. Они всегда хотят изумить читателя. То есть у них есть такое понятие «la surprise», «изумление». Как говорил персонаж одного фильма, какая у нас цель шокировать. И какими языковыми способами, какими лингвистическими способами, какой игрой языка, каким разрушением грамматики и так далее, внедрением каких редких слов французам современным удается вот так вот изумлять читателя. Рассказала о том, как с одной стороны сложно, но с другой интересно переводить. О планах на будущее Ася Петрова рассказала следующее. Что они остаются прежними – проводить исследования, связанные с Аполлинеером современной французской литературы. А то, что касается исследовательской части – продолжать заниматься детской литературой и писать детские книги. 1 марта выходит ее первый взрослый роман под названием «Свободная страна». Елизавета Никитина, Ленардо Лесеров, Универтньюс. Казанские ученые разработали технологию утилизации и хранения попутного нефтяного газа. Исследованиями занимались сотрудники научного центра мирового уровня – рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты. Подробнее в нашем следующем сюжете. Попутный нефтяной газ При определенных условиях, при относительно высоком давлении и низкой температуре, газ с водой образуют соединения включения. То есть вода структурируется в такие ячейки наподобие льда, а внутри в этих ячейках сидит газ. И соотношение по объему, то есть на объем воды идет 160 объемов газа. В таком случае хранить и транспортировать газ выгодно и удобно, так как образование газовых гидратов – процесс длительный. То есть для ускорения этого процесса ученые Казанского университета используют природные реагенты в небольших количествах. Особенность новой технологии – это в первую очередь эффективность. В мире существуют некоторые реагенты, которые можно было бы использовать по данному назначению. Но это все токсик. Плюс есть некоторые еще побочные удивления, такие как пенообразование, например. Это совсем технологически невыгодно. По словам ученых, это не конечный реагент, который запатентовали в первый раз. Но на данный момент технология более усовершенствованная и перспективная. Энджами Небаева, Универньюз. Выпускник Казанского университета, режиссер, сценарист, продюсер Ильшат Рахимбай снимает видеоролики в поддержку татарского языка, получая широкий отклик по аудитории. Почему важно сохранять культуру родного языка в сюжете нашего корреспондента? Это попытка поговорить о национальности сквозь призму четырех тем. Свобода, наследие, семья, имон. Рассказывает Ильшат Рахимбай, который вместе со своей командой решил рассказать об этом с темной стороны. Есть много вещей, которые уже и так показывают все это в хорошем свете. Мы решили сделать более киношную, более социальную тематику и попробовать придумать четыре истории, которые рассказали бы про эти четыре вещи с точки зрения проблем, которые существуют на этих уровнях. Самая главная проблема, по словам автора, следующая. Татарский язык пропадает. Он сохраняется лишь в далеких деревнях и старинных сказках. А вот молодежь его не использует. Понимаю, что со всем этим уходит какой-то огромный кусок картины. То, что невозможно воссоздать, то, что невозможно найти в другом, например, народе. Обороты речевые или какие-то энергетические особенности языка, культуры, которые я чувствую, чувствуют мои родители, мои бабушки, дедушки, которые этим жили. Подготовка, сценария, определение локаций и монтаж – все это заняло несколько месяцев. Как заверил Ильшат Рахимбай, над роликами работала самая лучшая команда, в которой каждому из участников не безразлична судьба татарского языка. Того же мнения, как оказалось, придерживается и аудитория. Например, ролик Гайле «Что значит семья» набрал 25 тысяч просмотров. Мы никак не ожидали, что такое кромкое внимание будет к этому. И это говорит о том, что в людях живет запрос на этот вопрос. Живет какая-то такая проблематика, которая их задела, о которых они хотят говорить. И это для нас большой показатель, что есть, значит, это боль на этом уровне. К слову, совсем скоро видеоролики станут транслироваться по телеканалу «Универ ТВ». По словам Ильшата Рахимбай, в роликах нет определенного посыла. Каждый, заглянув в свою душу, словно в зеркало, найдет в них что-то свое, родное и близкое. Диана Шленкова, Фаридзе Хитуглы, «Универ Ньюз». На этом все. В студии была Надежда Дик. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»